Я вижу, он как бородавка, он черный, вот интересно это, это все-таки плесень или это камень, может специально как-то красят, чтобы он был как далматинец, и потом, чтобы плесень не так выделялась. А ну прикройте. Почему? Ему не красят вообще, Иерусалимская, я не знаю почему, женщина так смотрящая, он камень, есть даже розовый такой Иерусалимский, вон видишь, более розовый, вот, такой. Розовенький. Иерусалим, вот такой, тут старый из дома. Мне кажется, что он сведет. Нет, нет, тут 100 пудов плесень черная, вся женщина так смотрела, наконец-то. Татичная, Кость. Ну видишь, где-то, нет, а внутри видимо, где солнце не пробирается, хотя и снаружи он тоже, торец. Я не знаю, чем это связано, может быть туда, за него прошла блага, за камень. Можешь такое видеть, черт. Да, еще и вокруг камня. Ну они, вот тут нормально, видишь, вот здесь нормально, а вот тут дом ненормальный, вот этот. Может от камня зависит, может его, наверное, неправильно там... Ну, это просто, не знаю, мне кажется, просто очень старый дом. Ты думаешь, ну что старый, ну 50 лет, тем домам можно. Вот они, как далматинцы. Ну тут вроде чистенькие, это вот, наверное, новее дома. Но тут и не камень, тут какие-то плиты. И впереди, капец, небо какое. Короче, нам осталось поставить там пару полигонов. Свея шереса. Да. И в четвертом там, где я сказала, настанем раз и снимем. В четвертом надо поставить две пары. Шесть штук, получается, надо будет снимать. А? Шесть штук, получается, надо будет сделать съемку. О, на базар. А вот тут, куда мы идем. На базар. Вот туда на базар, да? Да, да, вот туда на базар. Блин, я так близ к базару, я туда не иду. Не где стоять. Вон смотри какой черный дом. Где? Бородавка. Он как бородавка. вот это видишь низкие три этажа и ведь бородовка приехала магазин скупится тут столько народу вообще не знаю что покупать что-то надо ребят купила вот вот такой я тебе купила вернулись на строечку родную это не родная это наша травита но это наша все тут такой вот странный такой вес конечно квадратный потом закругляют что они так делает непонятно мосты но мосты то понятно а ты тут уже квадратные потом закругляют какая-то опора у нас стоит вон они стоят наш красный вид на лес ребят в общем насчет этих прививок короче поднимаете сейчас хотят четвертую прививку запускать уже с воскресенье ближайшего для людей старших 60 вот 4 прививку делать и в чем прикол в том что между 3 4 прививкой разница в 4 месяца так же самое хотят сократить разницу между 1 и 2 было полгода сейчас тоже четыре месяца хотят сделать получается что каждые четыре месяца опять те колоти прививку в общем не знаю вот это мне больше всего напрягает но сейчас вот сейчас мне нужно идти на почту получить посылку мне нужно в торговый центр зайти потому что там этот на почте склад и я вот не знаю сейчас даже мне будет спрашивать нет потому что сейчас ужесточили правила и торговый центр пройти без зеленого этого паспорта нельзя ну только в типа продуктовые в супер фарм там типа в аптеку в такого плана можно пройти а вот сейчас не знаю можно ли будет не пройти за посылкой вот в чем проблема и сейчас посмотрим пусть от меня или нет вот и вам расскажу я вот не знаю что делать с этой третий получать если третью сделаю 4 если соберусь в апреле там домой то она уже не будет не действовать это прививка короче ужасно четыре месяца всего лишь четыре сейчас пока для людей старше 60 потом конечно будет каждой неделе понижать возраст на 10 лет и будет 50 40 30 все остальное ладно мы полгода говорили сначала когда первую кололи говорили что типа год будет действовать теперь полгода потом говорили со второй с первой на вторую со 2 на 3 или с 3 со 2 на 3 со 2 на 3 вообще никакого то это бустерное а сейчас типа после этой 3 4 4 месяца просто 4 месяца это пшик какой-то в общем не знаю буду думать что делать мне потому что реально пока мне надо как бы никуда ходить ничего не этот магазин и ну просто шоу вот начинаешь чувствовать что как бы ущемляется в чем-то принципе на работу пока опускают все нормально в этом плане вот уже чувствуешь когда торговый центр от не может зайти в магазин одежды да то уже чувствуешь какое-то ущемление пока никто ничего не говорит поэтому я спокойненько иду вот мне нужен какой-то аж мне нужно нужно еще выше подняться вот посылку получу все деньги хочу снять все ребятки посылка получено вот она посылка иду в ренуар скажу я там видела когда-то такие кожанки хочу посмотреть пусть от меня сюда еще зеленец смотрите сорок вторая на меня маленький 44 на вот такую я хочу без никаких этих вот такая классная курточка блин ну сорок вторая маленький у меня как ребята вот эту душу суперс фарм посмотрю как мои нужны духи сколько стоит потому что я хочу купить очень я забыла где они находятся я всегда забыла как они называются между прочим вот они диор диор шалам мои люки стоит тут 430 шекелей за 50 миллилитров за сто шестьсот шестнадцать у меня это многовато конечно но и хочет хочу блин что делать уходить по сторонам вспомнить сколько я говорила в этом другом магазине стоит это все так еще сбегу деньги сниму еще блин надо идти пешком всегда боюсь когда вот так вот стоит этот эскалатор я боюсь что он поедет и я вот иду и покачусь потом кубарем вниз ребята такой же случился мой страх знаете который только что говорила о нем я такая подхожу к этому эскалатору он не работает я такая подхожу и он начинает ехать хорошо что когда я подошла а не позже в общем обстановка такая никто ничего не спрашивал но знаете в чем суть я боялась что проверяющие которые есть они и в гражданской корме не только полиция вот которые подойдут спросят меня если да а как бы не знание закона знаете не освобождает от ответственности поэтому если вы знаете меня заспухали за тем что я этот я короче магазине и без сертификата то как бы тоже с меня бы штраф взяли понимаете поэтому я быстро померила и ушла это я ничего не знала уже четвертый эскалатор я бегаю сняла деньги все сделала морщала меня ждет поэтому я быстро быстро убегаю отсюда смотрите получила посылку вот такие мне пришли шарфики вот смотрите внутри него такие мягенькие и 2 на мне просто я сейчас пойду вам покажу с зеркала как он выглядит смотрите что происходит вот такой шаров вот такой желтенький мне пришел один он тоже с вот таким вот тепленьким видите вот таким поэтому тоже теплый и сейчас красный померю он тоже хорошо смотрится вот вон наконец-то света передача появилось вот такой красненький тоже хороший ну сейчас я померю посмотрите ребят такой борда у и видеть его мне красно такой бордо да вот тоже хороший цветопередачи что появится нет интересно вот вот он мне тоже нравится такой хороший знаете боялась что он не будет сползать типа найти они очень плотности плосно сидят хорошо мне нравится вот такие заказала на работу потому что в туннеле идут, а я очень не люблю когда у меня шея открыта, поэтому вот такой заказала